привет привет доброе утро сегодня у нас планерка команда я жду пока все потянутся люблю понедельники обожаю просто потому что понедельник это классная тема привет танюша сегодня у нас встреча с командой ну и всем кому интересно тоже можно послушать тебя ждем когда народ соберется я пока готовлюсь а музыку хотела включить сейчас секунду отлично как у вас настроение маша привет немножко музыки дай мне захотелось сегодня с утра эту песню послушать шикарное утро я видел сейчас твой пост не успела прочитать не успела лайкнуть классного у камина с сыночком просто супер маш как у тебя прошла неделя рассказывай это была вторая неделя каталога очень важная она у нас практически как первая да привет леночка так я буду сегодня краткой кто пришел тот молодец кто не пришел значит не молодец да он не смог там или еще какие-то проблемы мне есть предложение которым я сама пользуюсь я всегда рекомендую делать то что я сама делаю и я считаю что это самое правильное то есть только то что опробовано отработано мы можем рекомендовать другим поэтому я рекомендую поставить себе будильнике на каждый день кроме суббота и воскресенье пока нас выходные по субботу и воскресенье для того чтобы не пропускать и не опаздывать на планерки потому что планерки коротенькие буквально 10 15 минут пролетели и да не успел зайти и опоздал потому что на планерке очень удобно задать вопросы пообщаться в реальном в режиме реального времени они просто так вот потом записи посмотреть все-таки не так интересно участвовать всегда полезнее так вот поставить будильники на 10 00 по москве если в вашем регионе там плюс 1 или плюс 2 к москве то ставьте свое время начало планерки прям буквально за минуту я сама себе ставлю будильник потому что иначе бы я просто забывала бы куда-то приходить этих будильников стоит на все мероприятия абсолютно на все всегда я ставлю сразу будильник напоминалку поэтому есть ли есть напоминание значит будет все хорошо вот ну что я вас всех поздравляю вторая неделя прошла очень даже неплохо несмотря на то что такой январь взбалмошный месяц и многие еще никак не включится в работу не вернуться до к состоянию нормальному рабочему но тем не менее тот кто работает и принял ответственность то что работает на себя уже с первого числа включились работа правильно по крайней мере мы не уходили там в глубокие гуляния мы конечно и с друзьями встречались отдыхали и даже у нас было две поездки за время каникул но мы все время были на связи все время работали и так что же такое бизнес и работа на себя это первую очередь принятие решения что я работаю на себя и не ждать никакой подачки от вышестоящих наставников то есть если это мой бизнес то я за него в ответе ребята смотрите девчонки да у нас сейчас девчонки нам за что деньги платят за организацию товарооборота и соответственно да и логически если мы товарооборот организовали нам деньги заплатили если мы его не организовали то денег нет всегда себя спрашиваете задавайте себе один вопрос один простой вопрос каждый день что я сегодня сделала для того чтобы мне заплатили зарплату действительно достойно ли я сегодня получить зарплату если бы я была своим начальником собственным привет я бы себе заплатила или нет вот будьте честными потому что многие люди никак не сделают рывок в этом бизнесе по одной простой причине они находятся под под стереотипом своего прошлого опыта под стереотипом того что до привыкли я же хожу на работу значит мне должны заплатить ребят это не работа да вы строите свой бизнес и мы работаем по франшизе соответственно нам нужно делать две вещи две простые вещи это наполнять свой интернет магазин людьми и второе удерживать их внимание и интерес удерживать фокус людей на том чтобы они хотели оставаться в нашем интернет-магазине понимаете две вещи первое наполнять то есть приглашать людей до находить их по интересам находить ценности которые вас объединяют и в этом вам поможет очень простая формула то что когда вы смотрите на человека то вы должны не просто да там думать сейчас прям вот фразу скажу такую классную вы должны подумать первое что нас объединяет и второе чем я могу до помочь человека человеку развить его чем я могу в ней быть вкладом в него понимаете не а обычно люди смотрят на человека с позиции дай вот давай ты иди ко мне вот давай ты покупай вот давай ты приглашай и будет тебе счастье вот это немножечко не работает методов рекрутинга у меня несколько я работаю теплым рынком теплым рынком обязательно всегда теплый рынок и у меня в планах даже прописано это знакомство с новыми людьми то есть когда я выхожу на улицу гулять у меня есть цель познакомиться и обменяться контактами не позвать на работу людей а просто знакомиться я себе поставил задачу еще в прошлом году развивать нетворкинг это очень полезная вещь то есть это развитие навыков коммуникации общение с людьми да то есть мы легко знакомимся вступаем в контакт без цели зарегистрировать или куда-то там человека затащить просто познакомиться и увидеть в этом человеке человека человеков прежде всего чем он вам интересен почему вы хотите с ним продолжить общаться и уже потом второй вопрос да как я могу помочь этому человеку до развить его или да помочь ему шагнуть на новый уровень потому что жизни действует такой принцип если вы думаете только о своей выгоде это не работает вы должны думать о том чтобы выиграл выиграл человек даже если это ваш коллега вам встретился да по работе или коллега из другой компания который да тоже преуспевает это это очень круто ваша задача не переманить его любую любой ценой к себе в команду быть друг другу полезными или поддержать человека да то есть проявиться для него как открытый человек который уважает себя и ценит свой выбор вот это будет круто позвонить с утра про холодные методы работы я работаю в инстаграм и вконтакте мне очень нравится социальная сеть контакт я к ней привыкла и конечно я привыкаю сейчас к инстаграму тоже потихонечку но те же самые действия не 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 работаю спамом то есть у меня нет такого чтобы я писала человеку вообще абсолютно незнакомым там идем ко мне быстрее в команду то есть моя задача проявиться для человека чтобы он захотел продолжить со мной общаться и захотел нажать кнопочку добавить друзья заходил ко мне на страничку читал и может быть даже ставил лайки то есть если ему интересно человек то не все конечно примерно десять процентов ставит лайки остальным просто лень это делается а многие даже не знают что как бы это надо делать кто-то стесняется вот я сейчас лайкну и что обо мне подумать поэтому где-то до десять процентов людей ставит лайк остальные нет и вот это знакомство она тоже происходит так же абсолютно как и если бы я знакомилась с человеком на улице то есть я захожу на страничку я смотрю фотографии я ставлю лайки или пишу комментарии если мне понравился человек если он мне понравился я добавляясь друзья и пишу ему обычно да я пишу почему я добавляюсь друзья то есть чем он меня заинтересовал или какое-то пожелание а если мне человек не понравился я ухожу со странички то есть у меня ничего не ёкнуло да ну не получилось такого что там как бы интуитивно да по уже присоединение такое ой вот у нас общее ой какая она интересная или ой сколько тут крутого полезно вижу что человек развивающийся вот если этого не происходит и состыковки нет значит они будет добавления в друзья то есть только по либо по интересам либо интуитивно что человек развивается мы с ним как бы на одной волне то есть он не сидит на месте и у него есть цель двигаться вперед что я хочу объявить для своей команды я объявляю что на этой неделе мы запускаем новое обучение по раскрутке века это будет очень необычное обучение по ничего подобного мы еще не проводили я сама сейчас прошла обучение поэтому горю желанием быстрее делиться с командой отдавать новые полученные знания поэтому следите за нашим расписанием мы начнем да и развивать это направление еще более активно вот ребят какие еще есть вопросы по поводу планов да вот я хотела с вами еще поговорить по поводу планов смотрите очень важно всегда задавать себе вопрос от машина писала я не могу себя организовать но это проблема для многих людей что ну не могут организовать свой день не могут запомнить свое личное пространство либо идет такое метание делаю не делаю прыгают да туда-сюда с места на место до обучение только для партнеров закрытое будет обучение вот вы должны спросить себя да вообще разобраться с собой а для чего вам этот бизнес то есть для чего как он за может помочь достигнуть ваших целей желаний и мечт то что если вы не находите здесь до в этом бизнесе для себя ну возможности шагнуть на новую ступень значит может быть это не ваш бизнес да вы подумайте да взвесьте все за и против то есть для чего и какие здесь для вас ценности есть что вам хочется изменить вот всегда такой вопрос а что я хочу изменить своей жизни вот что знаете вот есть два варианта либо человек к чему-то идет то есть его что-то мотивирует до большое объемное ну глобальный да он хочет стать еще счастливее быть более объемным больше отдавать да уже не просто думать о себе там о своих самых таких вот приземленных ценностях элементарных там выжить до выжить это значит быть сытым одетым иметь кровь на кровь над головой а уже начинает думать о более там масштабным например изменить жизнь в своем городе чтобы люди в городе были счастливее да чтобы там уже думают более глобально какие я могу каким я могу быть вкладом да вот что-то такое большое вот либо к чему-то либо от чего-то бегут вот это зачастую встречается по крайней мере да вот у меня в моем опыте зачастую встречается что люди бегут от кредитов от проблем от круга общения там да не устраивает то что там хочется измениться сегодня как раз читала такую статью как есть такое название ведро с крабами ведро с крабами да это наше окружение когда мы что-то хотим менять наше окружение нам не дает это делать это вот как крабы они начинают вылазить из ведра другие вот цепляют его своими клешнями и стаскивают обратно то же самое и здесь многие люди бегут от своего вот к чему-то хотят но окружение не дает поэтому вы должны помнить про это ведро и помнить про свой выбор к чему вы хотите иногда бывает немножечко больно то что приходится с кем-то прекращать отношения да или там расставаться с кем-то потому что вы понимаете что человек не готов с вами идти но и вас не пускает да ну и это как бы немножечко может быть страшно но тем не менее если вы хотите двигаться то вы должны выбрать двигаться то есть вы должны решить как быстро вы хотите изменений вот ответьте себе на эти вопросы они простые да цель моя цель что я хочу к чему я иду или от чего я ухожу то есть да тут такое двояко и как быстро я этого хочу то есть понимаете всегда в бизнесе должен присутствовать дедлайн то есть это четкие временные ограничения если вы говорите я хочу стать миллионером то пожалуйста скажите когда когда вы хотите стать в этом году в течение трех лет или когда-нибудь то есть если вы говорите ну я не знаю когда-нибудь значит вы пока не хотите стать миллионером если вы четко говорите что я в течение года выйду на уровень дохода в миллион рублей то есть я за год заработаю миллион в следующем году я уже за полгода это сделаю там через два года я уже в месяц только буду зарабатывать это конкретика вот тут уже понятно становится что вы понимаете свои желания и вы четко к ним будете идти а пока это так размыто знаете тут каши не сваришь это как знаете как варить кашу из топора какие еще вопросы есть спрашивайте если есть вопросы и еще знаете большая вот как бы заморочка для новичков многие пытаются поставить сразу планы там на пять лет я не я бы не рекомендовала сразу ставить большие планы напротив научитесь планировать один день планировать всего один день и вот когда у вас получится запланировать один единственный день и прожить его по плану это будет ваша маленькая победа потому что из маленьких побед из маленьких да таких вот коротких тренировок формируется успех потом вы будете учиться ставить план уже на три дня вперед то есть вы будете уже прописывать свои действия и понимать насколько вас хватает да насколько вам хватает силенок насколько вы можете привет привет всем насколько вы можете менять свои действия потому что вы знаете один человек например ставит себе план за три дня прочитать книгу а другой человек будет ее читать две недели будет все конспектировать перечитывать некоторые моменты да по десять раз и так далее нет наоборот на день легче то есть если ты на день прописала план и четко понимаешь сколько тебе нужно сделать действий в день чтобы достигнуть результата это наоборот проще и еще вот моя личная фишка я с утра делаю самое сложное например для меня сложно делать звонки сложно вот честно могу сказать потому что каждый раз волнуюсь немножко то а вдруг я сейчас позвоню а человек занят я его как бы там раздражать буду этим вот поэтому я звонки делаю с утра и я не ставлю себе в план сделать сто звонков в день я просто знаю что я их не сделаю я ставлю в план всего три звонка представляете может быть вам это покажется смешным я ставлю в план три звонка почему потому что я знаю что как только я начну звонить то есть я беру трубку набирая номер первый звонок первый разговор и все и поехало я могу сделать уже легко двадцать звонков но самое сложное начать делать действия вот и еще что важно если вы сделали свой план минимум минимум и даже больше например записали сделать три звонка сделали десять представляете каким победителем вы себя чувствуете сколько прибавляется энергии то есть вы всегда думаете о том что наш мозг наше эго оно очень ленивое очень и оно абсолютно не хочет делать вещи некомфортные поэтому чтобы помочь своему мозгу ставьте малюсенькие задачки прям микросипулешные и сделав их сделайте потом на одно движение больше например записали себе сделать десять приседаний сделайте одиннадцать да это как в спорте чемпионами ведь не рождаются и чемпионы не падают с небес там на землю правильно чемпионы это обычные люди которые просто в спортзале проводят очень много времени очень много времени я вам просто могу рассказать примеры с собой ой ты меня прям завалила вопросами кстати я в субботу познакомилась примерно с тридцатью новыми людьми я была на очень крутом тренинге собрались предприниматели города это вообще просто это отдельная как бы история и ко мне очень многие женщины подошли и сделали запрос чтобы я провела обучение по уходу за лицом как правильно ухаживать за лицом когда они узнали сколько мне лет они сразу такие как ты это делаешь расскажи и по макияжу я это обучение сделаю открытым я скину заранее программку в инстаграме и вконтакте ну и для своей команды конечно поэтому я все расскажу и все покажу это стойкая помада не помню какой код но я могу тебе потом в личку написать хорошо вот ребят смотрите просто делайте делайте каждый день я свой пример могу рассказать я занимаюсь каждый день практически мне очень редко когда пропуски есть по тренировкам я занимаюсь дома и я такая занимаюсь и занимаюсь а результата нет и нет я думаю может быть я что-то не так делаю может мне поискать какие-то нормальные тренировочки интересные у меня есть такое состояние я тренируюсь я не считаю я там в своих мыслях и в это время там что-то делаю и ребят мне очень помогла простая тренировка две тренировочки я скачала одна для ног и попы одна для прессы и спины они идут буквально несколько минут то есть они очень коротенькие две тренировки укладываются в 20 минут всего представляете и там идет на увеличение то есть каждый день чуть-чуть нагрузочка увеличивается чуть-чуть незаметно вы знаете вот кажется ничего не меняется но смотрю по времени становится больше так вот и тут я сразу увидела эффект мгновенный потому что там идет счет четкое время время на отдых да то есть все продумано программка умная она говорит там надо позаниматься надо отдохнуть то есть ему свое время вот поэтому проделав вот такую простую работу я увидела сразу результат то же самое и в бизнесе если вы например сели вот перед компьютером да вот многие же из вас кто сейчас слушают всем кстати привет у вас наверняка есть бизнес в интернете и вы садитесь делаете какие-то действия так вы возьмите посчитайте а сколько вы сделали действий и я все время я все время записываю то есть я веду себе вот прям табличку сейчас вам покажу вот у меня такая табличка тут у меня прописаны странички которые я делаю а здесь я пишу сколько я делаю действий то есть например в группу добавила 40 друзей пишу плюс 40 и пишу сколько людей стало например я утром сажусь добавлять я записываю цифру сколько сегодня на утро завтра утром я опять запишу цифру вот например если у меня тринадцатого было 353 человека в группе то четырнадцатого уже 389 и я могу четко сказать что вот эти простые действия привели в мою группу которую я раскручиваю более 40 человек за один день и я понимаю это эффективно все поэтому если план есть будет результат если плана нет результата не будет все очень очень просто и еще раз напоминаю не ставьте перед собой сразу каких-то глобальных целей то есть если вы например привыкли вот к такому да вот это ваш уровень поставьте себе задачки вот такие чуть-чуть чуть-чуть побольше не надо сразу вот так ставить вы не сделаете у вас будет срыв организм просто даст сбой даже к скачкам организм можно приучить но постепенно ставьте задачки маленькие чуть-чуть например там делайте какое-то действие привыкли вот делать столько но сделайте на одно больше вам уже будет круче вот спасибо вам всем за внимание я вам желаю продуктивного насыщенного интересного дня наполненного позитивом и счастьем если есть вопросы вы можете мне их написать в личку я всегда отвечаю всем независимо это мои партнеры или не мои что могу я делаю для людей из позиции отдавания так что до встречи всем супер мега дня пока пока пока